ВООБРАЖЕНИЕ 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 И вот таких периодов несколько. Желательно взять бумажку, ручку и отметить для себя эти даты, и потом ими руководствоваться, когда будете планировать свои дела на будущий год. В период Ретроградного Меркурия их несколько. С 1 по 8 января, с 10 апреля по 3 мая, с 13 августа по 3 сентября, и с 3 декабря по 23 декабря. В это время стоит воздержаться от старта новых проектов. В это время нежелательно заключать какие-то деловые контракты, подписывать договоры важные, нельзя оформлять документы. Если же все-таки для тех, кто занимается бизнесом, работает в каких-то компаниях, фирмах, все-таки нужно проводить какие-то сделки, то очень внимательно читайте то, что вы подписываете. Особенно то, что написано мелким шрифтом, как говорится, где-нибудь там под сносочкой. Могут встретиться неприятные вещи, потом вскрыться после этого периода. Для тех, кто оформляет, допустим, недвижимость или совершает покупку автомобиля, также нужно быть очень аккуратными, потому что после окончания этого периода могут внезапно появиться поломки у автомобиля, либо техника начнет барахлить. В целом в этот период ломается техника, ломаются компьютеры, ломаются телефоны, прерывается связь, почта не отправляется, люди играют в сломанный телефончик, сообщают ненужную информацию, либо неверную, сковерканную. Конечно, люди становятся рассеянными, забывчивыми, могут забывать свои вещи в общественных местах, просто нужно быть внимательными и сконцентрированными, более чем обычно. Итак, для Овнов это почти идеальный год. Конец февраля очень важный период. В этот момент на своем пути Марс встречается с Ураном, творцом перемен. Если вам суждено сменить курс или начать с нуля долгосрочный проект, весьма вероятно, это произойдет именно тогда. В делах сердечных год распадается на две половины. Первые несколько месяцев события развиваются неторопливо, причем в самый загруженный период, когда во всех прочих сферах жизни вы проявляете необычайную активность и принимаете смелые решения. Период с июля по ноябрь порадует больше. В вас проснется настоящая страсть, появится предвкушение счастливого совместного будущего. У чельцов в течение года не раз будет получаться так, что выбрав план действий, они вдруг передумают и решают не трогаться с места. Затем буквально через несколько недель захотят переиграть все вновь и завершить начатое. В январе-феврале вас все глубже затягивает роман. Вы заходите даже дальше, чем планировали. И все же, сколь стремительно не развивали себя отношения с вашей стороны, партнер всегда опережает на шаг. Вам отчаянно необходима пауза, время, чтобы приспособиться к новым высотам, в которых достигли отношения. На работе происходит нечто похожее. Дело идет, но вам приходится опробовать каждый шаг дважды. В начале года вы вполне довольны своим положением, но с приходом весны начинаете испытывать легкое разочарование. У близнецов главная тема года – отсутствие давления. Вы чувствуете, что времена меняются и вокруг открывается много новых возможностей. Перемещение Сатурна означает, что ваш роман в его нынешней ипостаси излишне серьезен. Вы чувствуете, что загнали себя в угол и думаете только о том, как бы освободиться. Многие сочтут, что это первый шаг к финалу, однако в реальности все наоборот. К концу года Меркурий, ваш покровитель, окажется в секторе любви и встретится там с Венерой. Можно ли мечтать о большем? Важнейшие события в карьере придутся на первые недели года. Вероятно, вам предложат перейти на крайне амбициозную, трудную должность. В материальном отношении лучшими месяцами станут январь и июль. Не переусердствуйте с тратами в марте. Далее у нас есть такой период, он называется период ретроградной Венеры. Что такое вообще ретроградность, чтобы вы понимали? Это такое некое своеобразное попятное движение. То есть когда планета движется прямо, а потом она внезапно останавливается и движется назад. То есть ретро, ретроградная. Конечно, на самом деле в небе этого не происходит. Это лишь такой визуальный эффект, если смотреть с Земли. И это именно для обывателя, чтобы было понятно, что такое ретроградность. Это именно такая искаженная визуальная картинка. На самом деле планета продолжает вперед двигаться. Так вот, ретроградная Венера, она будет с 4 марта по 15 апреля. И Венера – это планета, связанная с любовью, с нашими симпатиями. Поэтому, конечно, в этот период не рекомендуется вступать в брак, совершать помолвки. Не рекомендуется кардинально менять свою внешность. Потому что, как только этот период закончится, длится он порядка 40 дней, вы резко захотите развестись, либо изменить свою внешность на ту, которая была до этих самых изменений. Вы скажете, что-то я была, наверное, пьяна, что было с моими глазами, почему я вообще пошла сюда, в этот салон и отрезала свои волосы, которые я не хотела отрезать. Также не рекомендуется покупать какие-то дорогостоящие предметы, шуба, автомобили, драгоценности и иные предметы роскоши. А для тех, кто занимается творческой деятельностью, это может быть период творческого упадка, отсутствующее вдохновение, разочарование в себе, что что-то я делаю не то. Это временно длится всего 40 дней. Потом вдохновение снова придет. У раков все проделанное в этом году нацелено не просто на перемены в жизни, но перемены к лучшему. Пережив расставание с дорогими сердцу вещами, вы полюбите новую жизнь больше, чем прежнюю. И будете недоумевать, зачем же медлили так долго. Самые значительные перемены ждут вас в карьере. В марте и апреле вас активно хвалят и даже, возможно, поощряют. Вы чувствуете, что вас ценят и думаете, что наконец нашли место, где останетесь навсегда. Солнечные луны и затмения, проходящие через знак льва, несут с собой перемены, но не из тех, которых ждут и к которым готовятся. Сопротивляйтесь, сколько хотите, но вам придется смириться с неизбежностью. Впоследствии вы увидите, что затмения помогли вам продвинуться вперед, и в результате жизнь стала лучше. Наиболее сильное их влияние ощущается в личной жизни. На работе в марте и апреле поджидает неожиданное препятствие. Осознав, что ситуация с одним крупным проектом далеко не такая радужная, как представлялась, вы потеряете доверие к окружающим. Если говорить про самые лучшие даты для помолвки или регистрации брака, то таких дат несколько. Это 14-31 января, 20 февраля, 17 апреля, 3-17-31 мая, 16-20 июня, 4-14 июля, 2-9-25-30 августа, 14-15 сентября. В октябре сразу 4 даты, 14-18, 20-31, в ноябре 7-17 число и 5-8 декабря. Девам довольны жить текущим моментом, и пора задуматься, что вас будет ждать через 5-10 лет. Мыслите масштабно, не зацикливайтесь на деталях. Возможно, вам требуется толчок, который поможет сделать первый шаг. Тогда вам пригодится затмение в августе. Оно продемонстрирует, определенный жизненный этап закончился. Эта дверь закрылась навсегда, и не остается ничего иного, как двигаться вперед. 2017 год возможностей для весов. Все они даются вам благодаря влиянию Юпитера, пребывающего в знаке с января по октябрь. А значит, всему начатому в это время в последующие несколько лет суждено расти и развиваться. В личной жизни первая половина года пройдет под знаком романа, в котором недостатки перевешивают плюсы. Вы отдаете себя целиком, получая взамен куда меньше. В апреле вы понимаете, что сделали все возможное, и к началу июня решаете, что настало время заняться собой. В начале года скорпионы обратятся к событиям двух-трехлетней давности. Велик соблазн попытаться вернуть утерянное, но это лишь усугубит и без того непростую ситуацию, не принеся результата. На личном фронте год начинается с сюрприза. Исполняется одно из ваших заветных желаний. В карьерном плане год должен выдаться одним из лучших. Представьте себе, что движетесь по огромной дуге, собирая попутно все мыслимые блага. Успех, награды, повышение. Также у нас есть два важных месяца, которые отметились затмениями. Два солнечных и два лунных затмения нам предстоят. Два в феврале и два в августе. Естественно, затмения – это период скопления, в принципе, любой энергетики, которая может быть, как, знаете, накопилось-накопилось, и потом резко взорваться. Так же и с людьми. То есть они копили-копили в себе долго эмоции какие-то, потом бах, взрыв, все, ты мне надоел, мы разводимся. Что советуют астрологи? Не горячиться, подождать. То есть нужно, чтобы это решение было осмысленным, взвешенным. Повторюсь, это февраль и август месяц. То есть не горячиться и контролировать свои эмоции. Не стоит расплескивать негативную энергетику на своих близких. Наоборот, нужно всех успокаивать, приводить в чувства, чтобы люди чувствовали себя более расслабленными. И, конечно, в этот период не рекомендуется тоже назначать старт своим новым проектом. Не рекомендуется запускать рекламную кампанию и открывать новые учреждения, предприятия, фирмы. Потому что, скорее всего, они очень быстро закроются, не пойдет дело, вы испытаете разочарование. И как те бизнесмены, которые боятся ошибаться, решите, что бизнес – это не для вас. То есть не стоит делать преждевременных выводов. Большую часть года стрелец проведет, как зверь в клетке. Вам скучно и хочется лишь выбраться на свободу. Неудовлетворенность ощущается и в личной жизни. Кажется, что нынешний роман утратил привлекательность новизны. В начале года вам хочется вырваться из текущей ситуации, и этому призыву трудно противиться. На работе важной вехой станет конец августа. Вам представится шанс заняться чем-то совсем новым, проявить свои сильные стороны, продемонстрировать, каковы вы на самом деле. Это именно то, к чему вы тянетесь душой и сердцем. Привычный образ жизни Козерога давно требует перемен. Но начинать строительство можно лишь как следует, расчистив место от старых построек. В этом году стоит вернуться к незавершенным делам последних лет. В личной жизни задайте себе чрезвычайно важный вопрос. Хотите ли вы сделать свой нынешний роман неотъемлемой частью нового будущего? Вполне возможно, что 2017 год станет лучшим в плане карьеры во всем десятилетии. Любые желания могут сбыться, но не ждите, что задуманное выложит вам на блюдечки. Придется взять инициативу на себя. Цель не просто замахнуться на новые высоты, но расширить сферу влияния. Готовьтесь рисковать, у вас почти нет шансов ошибиться. Большую часть года Водолея тянут в разные стороны. В одну Сатурн, требующий развивать все то, что было начато ранее. В другую Юпитер, подбивающий оставить все в прошлом и выстроить нечто лучшее. Оба по-своему правы. В плане любви год будет весьма бурным. Затмения часто указывают на разрыв с прошлым. На этот раз они скорее закроют пути назад, чем откроют новые перспективы. Наступающий год потребует отрыб четкости и решительности в действиях. Дважды в начале лета, а затем ранней осенью вам предстоит рискнуть собственным положением, поддержав определенный план действий. Наличную жизнь в 2017 году окажет влияние февральского затмения. И это событие заставит вас высказать, что вы на самом деле хотите получить от любви. До сих пор вам было легче подстраиваться под чужие желания и находить обходные пути. 2017 год не слишком подходит для радикальных преобразований в карьере. Но на новую должность можно смело замахнуться. И пусть вы не продвинулись по служебной лестнице. Воспринимаете этот ход как повышение. Ну и всегда помните, что звезды, они не руководят вами, они лишь подсвечивают какие-то общие тенденции. И, конечно, каждый человек индивидуален. Каждый человек, который родился в один и тот же день в одном и том же роддоме, но с разницей в 10-15 минут, уже имеют разную судьбу. То есть, конечно, нужны личные рекомендации. Это лишь общие тенденции. Но хотя бы, если вы будете придерживаться вот этих советов, то год, можно сказать, будет уже более позитивным, чем обычно. Субтитры создавал DimaTorzok